Международный день женщин-дайверов, любители и любительницы подводного мира отметили нырялкой на самом глубоком водоеме Беларуси – озере Долгом. 37 человек, из которых 17 – женщины. Люди совершенно разные. Они ныряли как в теплых морях тропических, так и в океанах. И некоторые первый раз ныряли в наших белорусских озерах. Ребята приезжали из Питера, девчонки и мальчишки. Мы с ними ходили на метров 40. Максимальная была глубина, по-моему, 42 максимальная была. Опен-вотер-дайверы, у кого специализация и сертификация поменьше, пониже уровнем, они погружались на маленькие глубины. На маленьких глубинах интересно тем, что можно посмотреть очень много интересных рыбок. Каких-то травички, какие-то раки интересные синего цвета, причем они у нас на озере Долгом. Суровые белорусские мужчины-дайверы вовсе не считают нырялку ни женским делом. Это на берегу снаряжение для некоторых девушек может быть неподъемным. В воде же у всех одинаковая нулевая плавучесть. Возраст для начала занятий дайвингом также не имеет особого значения. У меня есть женщины, которые по 60 лет, и девчонки моя дочь занимается с 8 лет. Мужчины относятся к ним как к бадди-партнерам, помогают в трудных ситуациях. И также девушки могут им помочь, как-то успокоить или направить куда-либо. Полине всего 19, а ее дайверский опыт 11 лет. Каждый человек, он по-своему ощущает и переносит какую-либо среду новую для себя. И выделить мужчинами труднее или женщине труднее погружаться здесь нельзя так и сделать. Сами дайверы любят сравнивать подводный мир с космосом. Та же тишина, тьма и невесомость. Впрочем, в космос обычному человеку попасть практически невозможно. А вот путь в дайвинг, будь то для мужчин или женщин, открыт. Всех женщин-дайверов, которые приняли участие в нашем выезде, а также те, которые хотели присоединиться, но по некоторым причинам не смогли. Ну, присоединяйтесь к нашей команде, будет весело и интересно. Продолжение следует...